добрый день зрители подписчики прошлый раз я снимал патогенную зону с другой стороны около вот этой водокачки обнаружился одна деталь и надо будет тоже исследовать и я поеду на то место куда указала прямая то есть прошлый раз мы были вот здесь а теперь мы находимся с другой стороны здесь тоже патогенная зона вот здесь на этом кольце у меня была авария обычно аварии случается вот здесь вот весь парк называется штат парк глазик то есть парк глазик и вот такое вот сооружение обрезок второго контура фортификационного сооружения крепости звезды он но расположена эта часть населенном пункте новый ульм который отделил от ульма наполеон бонапарт вот памятная табличка вывеска здесь показан весь участок сооружения описанная его история герб дойче бунт это было такое государство после развала старой римской империи которая образовалась на территории германии после чего бисмарк объединил это все в 1871 году в немецкий рейх вот описание что это участок фортификационного сооружения ульм строился с 1842 по 1850 по 1859 годы идея пришла в 1810 году но наверно деньги копили пригласили майора теодора риттера фон хильда бранта который все это дело строил но по другим источникам майор этот был из пруссии но неважно в общем стены вот такую построили вот такие вот бойницы здесь видно что присыпано стена идет вдоль слева вдоль всей стены идет техническое сооружение водяной канал а вот здесь мы видим следы разрушения стены кто здесь ковырялся кирпичик ты не такой уж дюжи хороший ну здесь видно чем-то долбили долбили чем-то это наверное стреляли вражеские баварские пушки стену которая защищала по идее ульм от баварии и австрии сейчас я планирую подняться на стену рядом со стеной параллельно практически расположено вот такое закругленное здание видно что четко присыпаны первые подвальные этажи может быть они вторые может быть и третье здесь где-то метра на два засыпано вот откопали почистили и решили вот так оставить но мы поднимаемся отсюда сейчас наверх на стену посмотрим что можно будет увидеть сверху я нахожусь на отметке примерно 10 метров вот по этой лесенке пришлось тащить мой велосипед и нам предстоит дорога по вот этой вот дорожки на которой за деревьями я пытаюсь рассмотреть стену вот она крепостная стена вал и вот так это все заросло спрятано и замуровано чтобы никто не лазил ну так вот здесь более менее просматривается вот это присыпанное здание которое сейчас показал только что вот идет вал вал ли это и и вот идет крепостная стена за которой расположен водоканал но вы видите что стены здесь построены интересно сам а виду как их раньше называли из одного кирпича а вот проемы заложены уже другим кирпичом и в них сделаны бойницы что едем дальше ну и куда бы вы в ульме не заходили везде видна башня мюнстера отсюда нам уже виден водоканал что им охлаждали не ясно здесь вот детская игровая площадка летний амфитеатр здесь иногда выступает и вот здесь вот за кустами не видно там ресторанчик отличный пивной называется барфюс но здесь я обнаружил один из внутренних двориков это участках крепости звезды и стена как видим там внизу ворота уходит в ров вот в этот дальше который уже уходит вот в эту насыпь с которой я снимаю сверху вот интересно получается вот здесь управа еще раз разместила информационные доски вот здесь я сейчас нахожусь на вершине туда еще чуть подойду поближе вот вся часть сооружения это второй контур второе кольцо вот такой это ведь здесь сверху ну и как обычно описание небольшая история вот как я вам говорил детская площадка вот такие вот водометы стоят и вот такая вот летняя концертная площадка рядом с ресторанчиком бар фюсер вот он центр этого участка а это его вид сверху рядом разбит парк вы видели странные круги на земле которые засадили кустиками для красоты но явно тоже не для этого это внутренний дворик ресторанчик бар фюсер как видно сооружение имеет очень много внутренних двориков с воротами уходящими в насыпной вал здесь участный сектор небольшие фирмы видны краны от застройки вот еще раз вид на внутренние дворики и вот здесь я обнаружил такую памятную табличку что здесь стояла артиллерийская батарея которая должна была якобы что-то здесь защищать вот он еще один внутренний дворик пар достаточно очень красивый внизу дальше продолжается а виду к заложенными промежутками истина пошла дальше ну что проехал прошел практически всю стену я уже снова оказался у башни про которую снимал прошлом ролике про патогенную зону вот кстати башня тут даже описано как ее строили в 1899 году по крайней мере так датирован этот снимок вот такая панорама 1910 года на город ульм вот так здесь все раньше выглядел без деревьев когда было а вот такие вот казематы расположены под землей и все это у нас называется бастион номер 7 интересная насыпь на бастионе номер 7 и вот такие вот бетонные опоры достаточно глубокие две штуки что здесь пушки стояли или флажки в них вставляю ясно вот я иду под такой насыпи видно вроде бы как это здесь что-то должно было бы быть как погреб а вот здесь обнаружил вентиляционную шахту находим по листве и посмотрим поближе что тут с этой шахты у нас какая бетонная дверь а вот здесь вот сидели лучники и стреляли из лука откроем тут кто-то нагадил кто-то посидел и все завалено она дальше он виден заложенный проходик вот в эту вот насыпь что закрываем по тайную дверь табличек больше нет но здесь тоже часть стены непонятно кем и для чего выложена и какая-то труба вроде на печка ну чтож было интересно прокатиться по насыпи рядом со стеною но теперь надо как-то спускаться вниз и ехать домой подошел к карточным пролету который идет на выход вот такая вот арочка а веду ки заложены вот так вот стена идет дальше ну как я и говорил здесь один кирпич а тут другой давайте посмотрим в бойницу ну да обзор для стрельбы просто идеальный попробуй только попади называется и вот такая вот высота насыпи за ней торчит водокачка ну что уважаемые на сегодня хватит ждите новых роликов они обязательно выйдут я желаю вам всего хорошего удачного дня я покидаю парк глазик счастливо пока поделитесь этим видео с близким человеком на этом все жми колокольчик чтобы не пропустить новое видео пишите комментарии и читайте комментарии там иногда умные люди пишут умные вещи всем добра и и и